МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канал Уваровское телевидение. Итоговая информационная программа «Наш город». В студии Ирина Мерзлякова. В нашей программе новости дня и уходящей недели. Народная инициатива в действии. Благоустройство территории детского сада «Еушка» в городе Уварово – одно из ее направлений. Избиратель должен знать о своих правах. Председатель Уваровской территориальной избирательной комиссии Наталья Нечаева рассказала о некоторых моментах выборов, которые пройдут в сентябре. О том, что произошло в регионе за минувшую неделю, расскажет рубрика «Пятница» с обзором материалов официального сайта областной администрации. В завершении выпуска коротко еще о некоторых событиях, которые произошли в городе за неделю. В сентябре в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня. 17, 18 и 19 числа тамбовчане будут голосовать за кандидатов в Государственную и Областную Думу. О чем должен знать избиратель, рассказала председатель Уваровской территориальной избирательной комиссии Наталья Нечаева. 17, 18 и 19 сентября в нашей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Тамбовской области также будут выбирать депутатов в Областную Думу. Каждый избиратель, проживающий на территории города Уваровой, достигший 18 лет, имеет право прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Если же избиратель знает заранее, что не будет находиться в границах своего избирательного участка, он может по программе «Мобильный избиратель» зарегистрироваться по месту нахождения. То есть на тот участок прикрепиться к тому участку, где он будет находиться в день выборов. Это можно сделать через портал государственных услуг, через многофункциональный центр или в любой территориальной избирательной комиссии с 2 августа по 13 сентября, а с 8 сентября еще и в своей участковой избирательной комиссии, как только они начнут работу. Для этого необходимо с собой принести только паспорт. В условиях пандемии коронавируса выборы будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер с целью ограничения и минимизации контактов. Каждый избиратель будет обеспечен маской, перчатками, авторучкой. Тот, кто по каким-либо причинам не может голосовать на избирательном участке, может заявить о голосовании на дому. И тогда члены участковой избирательной комиссии в любой из трех дней голосования придут, и человек свободно проголосует в обычном режиме за того депутата, кандидата, которого он считает нужным и правильным. У нас уже прошла регистрация в Тамбовской областной думе, у нас зарегистрировано по шестому округу три кандидата одномандатника, а все они представители парламентских политических партий. Также зарегистрированы списки кандидатов от пяти партий. Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. На территории города Уварова расположено 14 избирательных участков, один из которых закрытый, для проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Благодаря участию в программе «Народная инициатива» Уварова приобретает благоустроенный и красивый вид. Одним из ее направлений, которое будет реализовано в 2022 году, станет обновление территории детского сада «Ивушка». В начале рабочей недели глава города Владислав Денисов встретился с трудовым коллективом дошкольного образовательного учреждения. Благоустройство территории детского сада «Ивушка» – это реализация на территории города курируемого губернатором проекта «Народная инициатива». Программа имеет важное значение для развития муниципалитета, создания комфортной среды, а также совместной с жителями работы по его благоустройству, отметил на встрече с трудовым коллективом детского сада Владислав Денисов. Общественным советом были утверждены пространства и участки, которые предстоит благоустроить в 2020 году. В итоге большинством голосов уваровцы приняли решение – числе ряда других объектов привести в порядок прилегающую территорию дошкольного учреждения. Мы, понятно, вышли к людям и спросили, что важно в первую очередь делать. И в этом списке была и ваша территория. Кстати, она прошла голосование, люди ее выбрали, и будет проведено асфальтирование здесь части территории детского сада. Поэтому очень большие планы, которые мы хотим реализовать и именно развивать все территории города. Городоначальник рассказал, где уже проведено благоустройство, где только предстоит, и поблагодарил присутствующих за работу, отметив, что детский сад Ивушка – это одно из передовых дошкольных учреждений образования. Это сложная задача, которая стоит от воспитания наших детей. Это вы закладываете будущее. За это вам большое спасибо. Прибывшие вместе с главой депутата областной думы Алексей Кочетков и Сергей Нелюбов не только интересуются происходящим в городе, но и принимают активное участие во всех делах, контролируя их ход. Народные избранники отметили, что всегда готовы поддержать хорошие начинания. Ежегодно мы принимаем бюджет областной, собственно говоря, из которого главное, чтобы пришло на наш город большее количество денег и средств. Также гости рассказали о своей работе, поделились планами на будущее и приняли к сведению, прозвучавшие в ответ, пожелания и предложения. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город. У Варва одно из трех десятков муниципальных образований, представляющих административную структуру региона, что происходит у наших территориальных соседей в областном центре, а также в удаленных уголках Тамбовщины. Рубрики «Новости региона». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся организаций среднего профессионального образования. Подобные ВПР проводятся впервые. Они пройдут с 15 сентября по 9 октября. Написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общепрозавательных предметов. Обучающимся предстоит выполнить проверочные работы по профильным для осваиваемой ими специальности предметам. 1 сентября вступит в силу закона гаражной амнистии. Документ призван внести ясность в регулировании вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Реализацию нового закона в регионе обсудили в администрации Тамбовской области. На совещании обсуждались вопросы возможности проведения комплексных кадастровых работ. Шла речь об установлении на территории области предельных максимальных цен на эти виды кадастровых работ, учитывающих реальные финансовые возможности населения. Кроме того, были затронуты вопросы разработки необходимых региональных актов, направленных на максимальное содействие гражданам в реализации закона о гаражной амнистии. Росреестром составлены методические рекомендации к федеральному закону. В них подробно рассказывается, как воспользоваться гаражной амнистией за 8 шагов, имеются полезные советы для граждан. Подробно ознакомиться с методическими рекомендациями по гаражной амнистии можно на официальном сайте Росреестра. Сельхозпроизводители региона могут получить выплату на возмещение понесенных затрат по заключенным ученическим договорам с работниками и договорам о целевом обучении с гражданами, проходящими обучение по сельскохозяйственным специальностям. Возмещение затрат возможно, если обучение проходило в организациях образования подведомственных Минсельхоз России и иным федеральным органам исполнительной власти. Кроме того, сельхозпроизводители могут получить выплату на возмещение фактически понесенных затрат на оплату труда и проживания студентов. С начала 2021 года возмещение составляет до 90% с организациями, которые находятся под ведомством Минсельхоз России, и до 30%, если организация находится под ведомством иных федеральных органов исполнительной власти. Начиная с будущего года, данные меры поддержки смогут воспользоваться также индивидуальные предприниматели и организации, основным видом деятельности которых является переработка сельскохозяйственной продукции. Тамбовская область занимает первое место в России по проценту использования вакцин против коронавируса. Об этом главе региона Александру Никитину на оперативном совещании доложила начальник управления здравоохранения области. Вся полученная вакцина оперативно доводится до лечебных учреждений, чтобы люди смогли сделать прививку как можно скорее. Сроки ожидания зависят от объема поставок из федерального центра. Поскольку наш регион использует вакцину максимально быстро, то Минздрав России увеличивает и объем их поставок. Одновременно с этим внесены изменения. Постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространение новой коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области. Гражданам старше 65 лет, гражданам, имеющим определенные хронические заболевания и беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. В завершении программы и еще немного новостей города, которые запомнятся жителям и гостям Уваровы в рубрике «Короткой строкой». В прошлом году префектура Южная города Уваровы запустила благотворительный проект «Добро в каждый дом». Добровольцы во главе с префектом Надеждой Чернявской организовали сборы вещей, наладили сотрудничество с социальной службой. Поступившие в пункт приема одежду, обувь, постельное, белье, посуду, игрушки, а также продуктовые наборы передаются многодетной семье или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Перед началом нового учебного года здесь можно выбрать школьную форму. Медики напоминают, что самым действенным и эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Она проводится в городе Уваров в плановом режиме по мере поступления вакцины. На конец июля в учреждениях образования количество привитых составляет 28%, культуры – 40%. Самый высокий показатель – прошедших вакцинацию в Центре социальных услуг для населения города и района – 78%. 76% сотрудников привито в многофункциональном центре – 63% в ЦРБ. В сфере ЖКХ вакцинацию прошли 53%. Работающих среди работников торговли – 60%, в администрации города – 65%. В сборник ежегодного литературного альманаха «Славянская лира» вошли три стихотворения уварской поэтессы Надежды Чернявской. «Славянская лира» – это творческая площадка Международной ассоциации литераторов Содружества. Часть выпущенного тиража распространяется в рамках благотворительных проектах в библиотеке и общество «Дружба в России», Болгарии, Серебии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Украины, Белоруссии. Для надежды публикации в издании – новый уровень, на котором оценили ее поэтическое творчество. Стихи уже публиковались в газете «Уваровская жизнь», в сборниках «Наследие», «Русь моя», «Поэт года стихии жизни». Есть у нее и награды – «Звезда наследия», третьей степени медаль Сергея Есенина, 125 лет, которая вручается поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской литературы. Педагоги лаборатории безопасности и инспекторы ГИБДД провели для воспитанников детского сада «Золотая рыбка» урок безопасности. Дошколята в возрасте от 5 до 7 лет приняли участие в обучающих занятиях по безопасности дорожного движения. С помощью специального оборудования в игровой форме ребята повторили правила поведения на дороге, изучили сигналы светофора, как правильно и безопасно переходить в проезжую часть, узнали правила использования велосипедов и самокатов, ознакомились со средствами защитной экипировки, водителей двухколесного транспорта, а также узнали о необходимости использования свето-возвращающих элементов. Дети с удовольствием принимали участие в тематической игре, а в завершении пообещали соблюдать правила безопасного поведения на улице и рассказывать о них товарищам. На память о мероприятии его участники получили в подарок книги о правилах дорожного движения и светоотражающие брелки. Вот такими были этот день и эта неделя в нашем городе. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!